Здесь раньше была остановка общественного транспорта, 27 автобуса. Сейчас ее убрали, и автобусы здесь даже не останавливаются. В итоге людям приходится ходить с другой остановкой, напротив магазина Владимирца, а это лишние 250 метров. Вот оттуда. Если идти с конечной, то там еще дальше 320 метров. Это та остановка, да. Вот уже год здесь людей высаживать из салона автобуса запрещено. Оставили только остановку школы номер 5 имени Маштакова по пути следования автобуса с конечной в город. Лидия Лушникова возмущена. Женщина не понимает, почему не посоветовались с людьми, когда ликвидировали остановку. Мы же писали депутату даже. Мы же здесь все пожилые. Все 40 лет уже до мам. И вы знаете, все так ругаются. Так это прям неприятно, что вот целую остановку нам приходится идти. Очень даже плохо относимся. Еще я ничего хожу. А вот с палочкой люди вот сюда в этот микрорайон вообще идут, чертыхаются. Валентина Виноградова и сотни жителей 19 многоквартирных домов этого микрорайона выходили именно на остановке школы номер 5 имени Павла Маштакова. Это было удобно. Рядом расположен крупный супермаркет. Да и жильцам домов, расположенных рядом с бывшей остановкой, не надо было вынужденно устраивать пешим оцион. Даже бабушки. Некоторые выходили, прилазили через забор. Все равно. Ну, конечно, неудобно. Я живу вот на Конечной, на Растопчина. Выйти в магазин, мне приходится здесь выходить. Идти до магазина. Ряд к штормам. На остановке магазин Владимирс дорожные рабочие положили асфальт. И таким образом прямо на Пекинке появилась автобусная остановка. Жители микрорайона недоумевают. Почему таким же образом нельзя организовать и следующую остановку? Александр Бологов живет в этом микрорайоне с детства. Молодой человек не понимает, почему у магазина Владимирс сделали остановку, а здесь без объяснений просто убрали. Если поменять здесь разметку, мы можем сделать вполне здесь карман. Места здесь много. 12 лет здесь автобусы останавливались, и ни у кого никаких проблем не возникало. Никому эта остановка не мешала. После того, как автодор поставил здесь заборчики, сказали, остановки не быть. Мы поинтересовались мнением водителя автобуса, испытывают ли неудобства специалисты, обслуживающие маршрут. Мы ничего не пострадали. Нам еще лучше безопасность лучше. Вы за то, чтобы вот это оставить? Конечно. А им мало. Одна сама там, другая здесь. Все нормально. Как пояснили в пресс-службе мэрии, вернуть назад остановку невозможно. Это собственность дирекции федеральной трассы М7. Но решение проблемы есть. Мы прекрасно понимаем, что люди привыкли к традиционным остановкам, которые сложились, что называется, исторически. Мы постараемся решить эту проблему. Для этого необходимо обустроить заездные карманы на трех традиционных остановках, к которым привыкли местные жители. Как только будут найдены деньги, мы постараемся оперативно открыть движение автобуса номер 27 в обе стороны. Сейчас в Владимирской мэрии пытаются изыскать деньги на проектно-сметную документацию. После чего, как нам пообещали, автобусное сообщение по улице Растопчина возобновится. Ирина Начарова, Артем Горчаков, 6 канал.